Новости на Дону. Категория 12+. Ветслужба проводит мероприятия по ликвидации инфекции. Как сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных, все началось с фермера одного из хуторов Белоколитвинского района. За несколько дней у него погибло четверть стада овец. В результате проверки из 700 голов в стадии больными оказались 220, погибли 168. Схожая ситуация произошла в Орловском районе. Заболевание было выявлено в сельскохозяйственном производственном кооперативе у 79 из 700 голов мелкого рогатого скота. Погибли 57 животных. Причиной заболевания специалисты назвали недокорм и паение стоячей водой. В обоих районах ввели карантин, фермерам запретили ввод, вывод и перемещение животных. Убой и использование мяса больных овец, а также их доение и использование в пищу молока. Отмечу слово «братзот» с норвежского приводится как внезапная болезнь. К ней восприимчивы овцы и козы всех пород. Движение автомобилей в центре Ростова будет затруднено. Временные ограничения введут 9 ноября с 7 утра до часу дня. Причина – парад в честь дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В эти часы нельзя будет проехать по театральной площади, по Садовой от проспекта Кировского до площади, а также по театральному проспекту от улицы Социалистическая до улицы Максима Горького и по улице Советская от театральной до Каяни. Сотрудники ГИБДД призывают ростовчан заранее планировать свои маршруты. 4 миллиарда 600 миллионов рублей будет стоить капремонт 1780 многоэтажек в следующем году. План работ на заседание утвердило областное правительство. Актуальность капремонта многоэтажек по программе регулярно уточняется, а аварийные дома из программы убирают, отметил замминистра ЖКХ региона Валерий Былков. Будет включено 18 687 многоквартирных домов. Включено в том числе и 104 новостройки. И по истечении полугода жители новостроек тоже будут оказаны платить взнос на капитальный ремонт. Также на заседании рассмотрели работу администрации Веселовского района. Местный глава получил 110 рекомендаций от рабочей группы правительства. Она анализировала деятельность местного самоуправления. Половина замечаний уже исправлена. По сбору зерновых план перевыполнен, а по мясу и молоку недобор. Коров стало меньше. Сбор налогов вырос на 20%, а инвестиции в 3,5 раза выше, чем годом ранее. В районе реализуется крупный инвестпроект. Теплица стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Это 290 новых рабочих мест в следующем году. Что касается социальной сферы, району не хватает участковых врачей, педиатров и терапевтов. Об этом телеканалу Дон-24 рассказал заместитель губернатора Василий Рудой. Трудоустройство в качестве проблемы отмечают 76% вопрошенных. Низкий уровень зарплат – 72%, качество дорог – 63%, дефицит врачей – 60%, наличие и состояние тротуаров – 60% респондентов. По словам главы района Леонида Сирокурова, в медицинском университете в Ростове учатся 15 целевиков из Веселовского. А за последние два года в районе появилось 6 новых папов и машина скорой помощи. Первый матч четвертьфинала Кубка России футболисты Ростова проведут в Краснодаре. Жеребьевка хозяев первых и ответных четвертьфинальных матчей состоялась накануне. 5 декабря на стадионе Краснодар Ростов сразится с местной командой, а 23 или 24 февраля на Ростов-арене пройдет ответная игра. Об этом сообщается в микроблоге российской премьер-лиги. Болельщиков желто-синих эта новость обрадовала, в соцсетях они пишут, что именно такой же жеребьевки хотели для своей команды. Напомню, в четвертьфинал вышли 8 команд. «Спартак» сразится с «Уралом», «Локомотив» с «Рубином», а соперником Оренбурга стал «Тульский Арсенал». Пятый международный фестиваль студенческих театров пройдет в Ростове с 8 по 13 ноября. На разных площадках города свои постановки представят сотни студентов из шести округов России и стран ближнего зарубежья. По традиции, фестиваль приурочен к важной дате. В этот раз специальная номинация посвящена 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, говорит руководитель Оргкомитета фестиваля, руководитель Центра культуры и творчества ЮФУ Екатерина Апарина. Мы стараемся сделать так, чтобы ребята каждый год читали много, интересовались жизнью и творчеством великих людей. И в этом году они могут представить любую театральную работу в любом жанре, посвященную либо творчеству Высоцкого, либо какое-то произведение на его стихи. И у нас есть такие участники. Церемония открытия фестиваля состоится 9 ноября в 19.30 в областном доме народного творчества. Первым спектаклем станет «Эфемерида». Его представит Таганрогская студия пластического движения «32». Автором тотального диктата в 2019 станет писатель Павел Басинский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Рябковец. Павел Басинский – автор таких книг, как «Сюжеты и лица», «Московский пленник», «Горький», «Страсти по Максиму» и многих других. Глава из его книги «Святой против льва» Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой «История одной вражды» легла в основу фильма Авдотья Смирнова «История одного назначения». За свои произведения писатель становился лауреатом премии «Антибукер» и «Большая книга». По традиции акции «Читать текст» Павел Басинский будет в столице тотального диктанта и ею может стать Ростов. В списке городов-участников он пока на седьмом месте, но все может измениться. Голосование на официальном сайте акции продлится до 19 ноября, объясняет член экспертного совета тотального диктанта в Ростове Кира Дружинина. Голосовать можно раз в сутки, за этим строго следят. Для Ростова важно войти в пятерку, это первый тур. Дальше 2 февраля пять городов, которые займут первые пять позиций, будут уже очно защищать свои проекты. Там уже будет жюри решать. Пока что нам могут помочь горожане. Если бы, например, проголосовали каждый день все, кто приходит писать тотальный диктант в Ростове, мы бы однозначно были на первом месте. Ростов сейчас на седьмом месте. И от попадания в пятерку нас отделяет каких-то сто голосов. Для голосующих есть бонусы. Например, если войти на сайт тотального диктанта с помощью электронной почты, то за каждые пять дней голосования можно получить подарки от сайта с электронными книгами. Пока в пятерке лидеров Пенза, Таллин, Казань, Москва и Ставрополь впервые столицу тотального диктанта выбирали в прошлом году. По формальным причинам Ростов не смог принять участие в гонке, но в этом году у него есть все шансы. А сам диктант пройдет 13 апреля. Это были новости FM на Дону. Телефон редакции 200, ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. По информации областного гидрометцентра, в Ростове ночью температура воздуха опустится до плюс 1, осадков не ожидается. В Морозовске ночью от плюс 1 до плюс 3. В Красном Сулине минус 2. В Волгодонске плюс 6 без осадков. В Целине ночью облачно и плюс 4. Субтитры подогнал «Симон»!